Большое послание нардепам. Ровно год назад парламент проголосовал за нового премьера и новый состав правительства. Сегодня Кабмин Гройсмана собирал овации и рассказывал, как в стране жить дальше. О чем просил премьер депутатов, к чему призывал, какие реформы обещал и главное, услышали ли Гройсмана, слуги народа, все в сюжете Екатерины Лысинга. Даже до половины зала не дотянули. Только на уровне фронта блок Петра Порошенко смогли хоть как-то мобилизоваться. Хотя сегодня в зале не просто традиционный разговор министров с нардепами, а годовщина работы Кабмина. На овации уже со старта избранники не скупятся. У трибуны сегодня главный премьер. Это не отчет о выступлениях, хотя говорит Владимир Гройсман и о достижениях, и о направлениях, и о единстве, к которому в парламенте то и дело призывают. Мы должны быть с вами объединены. Я думаю, что час, когда мы должны немного отставить в сторону свои политические прапоры, настав. У нас должен быть единственный прапор, это прапор нашей страны. Дальше список задач. Все они прописаны в меморандуме СМВФ, но теперь их нужно оформить в законопроекты и проголосовать. Первым делом – пенсионную реформу. Нам нужно провести эффективную пенсионную реформу. Мы сможем до больше, чем 5 млн пенсионеров с 1 жовтня поднять пенсию от 200 до 1000 грн. щомесячно. Мы отменим с вами податкувание пенсий для работающих пенсионеров. Мы сделаем проголосы еще 4 млн пенсий и поднимем минимальные социальные стандарты. Этой программой мы охотим с вами 9 из 12 млн украинских пенсионеров. Говорит премьер и о рынке земли, внутри которой Украина тоже обязалась. Сегодня украинский уряд инициирует реформу, которая даст возможность физическим особам украинцам один одному продавать землю. Потом рассказывает о большой приватизации, для которой тоже есть дедлайн. Мы должны пройти шлях, который позволит эффективно использовать государственные предприятия через публичный продаж, конкурентный. Много говорит премьер и о дорогах, и о медицине, и об образовании. Провожают его опять овациями. А дальше вопросы уже с места, даже у фронтовиков касаются будущей работы правительства. Скажите, какие действия вы запланировали до конца года в этом направлении, чтобы в следующий год у нас был позитивный прирост в выработку природного газа? Нужно в конце 2018 года понизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. К слову, на повышение ренту на добычу того же собственного газа еще в 2015 году настаивал тогда как премьер Яценюк, так и его фракция. И Рада все поддержала. Теперь, очевидно, нардепам придется переголосовывать, изменяя свои же решения. Спрашивали нардепы и о дорогах, и о реформах, за которые уже через месяц, возможно, придется голосовать. Согласно меморандуму, мы должны были успеть проголосовать в апреле как минимум пенсионную реформу, в мае земельную реформу. Посмотрим, будет это готовиться или не будет. Министерство социальной политики мое четко сказать мешканцам краины, людям, про то, как будет изменяться пенсионная реформа. Нехай они покажут законопроекти по пенсионной реформе. До речи, они же поставили подпис до конца квитня. У нас наступны заседания Верховной Ради Украины, когда? 15 травня. Где законопроекти? По пенсионной реформе, по рынку земли, и другие законы, которые ожидают люди. Понимаете, что сейчас парламент на 4 недели будет работать в других форматах, в комитетах, в округах, то для премьер-министра, может быть, было важно завершить эту часть сессии своим персональным выступом. Теперь у Кубмина есть целый месяц, чтобы разработать и доработать свои реформы, а также убедить фракции их поддержать. Впрочем, все призывы к парламенту в ближайшее время будут не настолько публичными. В сессионный зал в Нарде повернутся только через месяц. Тогда, возможно, будет и полный отчет правительства. Это Владимир Борисович ВНСБ, что он глава Верховной Ради. Он знает всех депутатов лично, фактически. Поэтому я не думаю, что ему потребуют дополнительные поддержки. Но звезд уряду – это очень важный процесс. Я понимаю, что в пятницу таким образом это делать просто невозможно. Но я уверен, что в ближайшее время мы, соответственно, законодательство, увидим этот звезд. Я не могу сказать точно, но я не думаю, что есть сенс вытягивать. Потому что Рада на сегодня налаштована, принята его доведомо и залишит и працевать целью. Ну а депутаты на позитивной ноте уже к полудню покинули парламент. Теперь они месяц могут наслаждаться перерывом между сессионными неделями. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Иван Ермаков, Геннадия Никенко. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...